На главной странице сайта ФНС России размещена промо-страница «Налоговое уведомление физических лиц 2020». Она поможет легко разобраться в налоговом уведомлении. Для удобства информация разбита по блокам и сопровождается видеороликами. Со страницы можно будет перейти в личный кабинет для физических лиц, калькуляторы земельного, имущественного или транспортного налогов. Все это позволяет самостоятельно рассчитать налоги. С 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации. При этом отдельный платежный документ квитанции не направляется. Некоторые граждане, помимо имущественных налогов, увидят в уведомлении еще один налог – налог на доходы физических лиц. Это коснется тех налогоплательщиков, в отношении которых налоговый агент, организация или индивидуальный предприниматель представил в инспекцию сообщение о факте выплаты дохода, с которого налог на доходы физических лиц не удержан. Но если все-таки вы привыкли к личному обращению и вам удобнее общаться со специалистами напрямую, то записаться на прием можно через сайт налог.ру. Это позволит выбрать удобное для себя время. Есть возможность выбрать и способ оплаты. Платежи можно сделать в ближайшем отделении Банка или Почты России, через платежные терминалы, а также в онлайн-режиме из личного кабинета, либо воспользовавшись интернет-сервисом «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы 3wnalog.ru. Срок уплаты имущественных налогов за 2019 год – до 1 декабря 2020 года. В инспекции напоминают, если сумма налога меньше 100 рублей, то уведомления не рассылаются. Но в любом случае, если человек владеет облагаемым налогом имуществом или долей, а уведомления так и не получил, необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Марина Медвинская, ЗАД Давлетшин. Время новостей.